Теннис не утрачивает своего аристократического лоска и остается сугубо интеллектуальным видом спорта. Пусть Россия переживает не самый звездный период шахмат на корте, но чемпионские ростки на юниорском и молодежном поле пробиваются несмотря ни на что. Тюмень от больших теннисных академий старается не отставать. Всю минувшую неделю в региональной столице проходил открытый чемпионат области. Финальный матч мужского чемпионата Тюменской области впору объявляет сибирским El Clasico. Уже три года подряд в решающем матче с ракетками на голо выходят на рандеву первый и второй номера рейтинга местная звезда Владислав Дубинский и Алексей Мильнер из Екатеринбурга. Несмотря на то, что тюменец по опыту и рейтинговым очкам выглядит солиднее, интриги не занимать. С ним всегда получаются непростые матчи, то есть даже по счету иногда может казаться, что 6-4, 6-2 достаточно просто. На самом деле из-за того, что я его хорошо знаю, я знаю, что достаточно на одну минуту расслабиться и счет может перевернуться. У нас даже бывало так с ним, 4-0 вел, потом 5 минут и 4-4. Первый сет показал, что соперники предпочитают действовать на схожих скоростях, но Дубинский во многих компонентах оказался острее и хитрее соперника. Стартовая партия ушла в его копилку 6-4. Хотя для тюменца, в прошлом году взявшего серебро Кубка России, выход на домашний корт дался сложно. Турнир вышел непростой, он не мог быть простым, потому что еще полторы недели назад я хотел с него сняться, поскольку я восстанавливаю сейчас травмы колена и буквально за неделю только до турнира как-то стал лучше себя чувствовать. И отлично все сложилось, то есть я очень боялся, что что-то случится, но двигался аккуратно. Второй сет не добавил ни интриги, ни драмы. Ружье, которое пытался зарядить Алексей Мильнер, так и не выстрелило 6-2. Владислав Дубинский, который в свое время высоко располагался в международном туре ATP, третий раз подряд оставляет у райца на второй строчке. Теннис игра джентльменов, поэтому после матча следует не склоки, а дружеское фото. Я очень доволен своим выступлением, да, то есть до турнира точно я не мог знать, дойду ли до финала или нет. Вот, играл в основном с молодыми ребятами, которые подают надежды, выступают на международных турнирах. С Владом мы уже третий раз подряд здесь в Тюмени разыграем финалы, на других турнирах также разыгрывали. То есть у нас всегда очень такая дружеская, честная игра, вот, но, конечно, каждый хочет выиграть, и сегодня был сильнее Влад. Влад показывает свой уровень, ну, в общем, он, как бы, конечно, выше стоит на голову многих здесь, потому что он играл в турниры международные, у него и рейтинг там был очень, ну, довольно высокий. Да, поэтому он отличается немножко. Я думаю, ему надо бы еще в профессионалах поиграть, потому что рановато он карьеру свою решил закончить. Владислав Дубинский и правда решил повесить международную ракетку на гвоздь, но после серии всероссийских побед решил вернуться в тур ATP. Правда, подготовка к такому весомому уровню чуть затянулась. Буквально на 3-4 месяца вообще выпал, то есть, как бы, не тренировок, ничего. Вот, а сейчас вот буквально месяца полтора назад возобновил тренировки, и как бы, чтобы вернуться в Европу, надо хоть какую-то форму физическую набрать. Ну, дай бог, вроде восстановление идет хорошо, и полтора-два месяца я буду в форме, и смогу уже свои планы воплотить. У тюменского тенниса есть будущее, и имя ему Григорий Гордеев. В свои 14 он на родном корте взял бронзу первого взрослого турнира. В тяжелейшей трехсетовой битве юный сибиряк, который являлся третьей ракеткой России в этом возрасте, огорчил пермяка Алексея Боболева. 6-2, 1-6, 6-2. Я очень рад, что сегодня победил. Показал свой лучший теннис сегодня. Сделал все, как я хотел. Взрослые очень сильно бьют, они хорошо подают. Надо всегда держать свою подачу и работать ногами, чтобы успевать под темп. Еще один успех местной школы тенниса случился среди девочек до 13 лет. Первое золото на столь высоком уровне выиграла восьмая сеянная Александра Чмир. Теперь региональная федерация задумывается о том, чтобы вернуть в Тюмень крупный международный турнир в следующем сезоне. Предпосылки для этого налицо. КОНЕЦ